Привет, мои хорошие! С вами Селена! Наконец-таки настал тот день, когда я подстригу свои патлы! Да, самое интересное, что я сегодня забыла свою влоговую камеру, и прям сегодня у меня есть время, есть желание, и как раз у меня немытая голова, и как раз её клёво подстричь, и как раз я нашла просто в своём районе горячие ножницы, потому что это не просто стрижка, я хочу горячими ножницами прям нормально себе вот кусок вот этот сухой обкромсать, и ну как бы я надеюсь, что у меня получится такое удлинённое коре, слишком коротко не хочу, но вот удлинённое коре самое то. Тем более ещё, кстати, я начинаю отпускать свои волосы, хочу их немного отпустить, что за цвет у меня получится, ну посмотрим, я такая экспериментатор, то есть я вижу, что очень плавный переход, сейчас здесь такое всё светленькое, и мои корни очень классные, цвет у меня такой свой русопепельный, такой, знаете, такой прикольный, ну почему бы нет, попробую отрастить, насколько меня хватит, я не знаю, я человек непостоянства. Вот, сейчас мы идём в салон, позвонила, есть горячие ножницы, посмотрим, в общем, я спрошу, я не знаю, я первый раз буду стричь, да, у меня такие классные ногти вообще, завидуйте, я теперь, мне кажется, только так буду делать, и никак не могу налюбоваться, это градиент френч, да. Вот, и я спрошу вообще, чем, потому что я смотрю разные отзывы всякие о горячих ножницах, кто-то говорит, они работают, кто-то говорит, что они не работают, полная фигня, не знаю, я сейчас спрошу у мастера, они вообще не знают, что я их буду снимать, я попрошу, надеюсь, они будут не против, но вообще себя я вроде могу снимать везде, ну, мне не хочется просто конфликтовать ни с кем, но мне бы хотелось узнать, что это за горячая процедура, и все-таки есть ли отличие от обычных ножниц, и вообще, как бы, стоит ли, если на постоянной основе, в общем, ну, и вообще хотя бы узнать, что это такое, я бы хотела попробовать, короче, подстричь, вроде бы, как горячие ножницы от секущихся кончиков. Вы, если что-то знаете об этом, то пишите в комментариях, а я пошла на собственных волосах испытывать горячие ножницы, потом посмотрите, какая у меня стрижечка, и скажете, идет мне или как, ну, вы все скажете, идет, 100%, пойдемте освежаться перед Новым Годом. Как красивенько. Здрасте, это я к вам на горячие ножницы. Ну что, предупредила мастера, мастер готов нам рассказать, рассказать все в этой процедуре, в общем, все плюсы, минусы, если есть, и подстричь, да. Горячих ножниц заключается в том, чтобы запечатать кератин, который находится внутри волоса, и волос тогда не будет выпускать, вот этот кератин, он начнет интенсивнее расти, и рост увеличится в разы. Вот, то есть, если волос растет примерно один сантиметр в месяц, тогда он будет увеличиваться где-то три сантиметра в месяц, то есть начнется интенсивный рост волос. Волосы будут более качественные, перестанут сечься, с такой скоростью, как они обычно секуются у людей. То есть, через месяц мы обычно обновляем, после горячих через три-шесть месяцев. То есть, больше, дольше эффект, чем от обычных. Да, были сделаны мною личные эксперименты по этому поводу, то есть, я на одной клиентке одну половину головы подстригла обычными ножницами, другую половину сделала горячими. Через полгода у нее очень длинные волосы были, у лица коска. Через полгода, когда она приходила, то есть, с той стороны, где у нее были обычные срезы, у нее отросло там сантиметра на 3-4. То есть, там не сильно большая бархатистость была, чтобы убирать. С другой стороны, там на порядок больше было. То есть, там раза в 4, наверное, длина была больше, именно в 4 раза. Да, получается, это они ломаются, да, из-за секущихся? В любом случае у нас волос ломается, в зависимости от того, как мы за ним ухаживаем. Поэтому, тут уже зависит, как вы будете. Если вы утюжком пользуетесь, тогда нежелательно стричься горячими ножницами. Просто вытягивая на эту брашинг? На брашинг можно, на утюжок нельзя, потому что эффект горячих ножниц, он уменьшается в разном. Потому что мы перепаливаем. То есть, вот эту здоровую текстуру волоса, мы ее перепаливаем, и от этого у нас эффект уменьшается. Желательно только на брашинг. А если вот на мои тогда обесцвеченные, будет какой-то эффект? В любом случае будет увеличено давление внутри волоса. Волосы будут более тяжелые, но сильно. Иногда, когда окрашен волос, сразу видно на волосах, как он меняет цвет, он становится более темным. От того, что увеличивается давление, он становится более тяжелым и темным по цвету. И даже вот, когда я делаю эксперименты, одну половину головы клиентом стригую, чищу горячими ножницами, вторая пока остается отдыхать, чтобы клиент потом мог сравнить на ощупь. Увидел, да? Да. Ой, я тоже смогу попробовать, да, на ощупь? Супер, вот это классно. Мы сначала сделаем все-таки оканковочную часть. Обрежем сначала? Так. Либо, как вы хотите, на выбор. Либо мы сначала почистим. Ну, просто... Ну, как лучше там первое, какой этап первый идет? Ну, желательно, конечно, чтобы я могла и ближе к концу прочистить более качественно, чтобы я видела, где у нас уже заканчиваются волосы. Лучше всего сделать оканковку, а потом уже мы прочищаем, и также на половине головы мы просмотрим. Давайте. То есть, мы вот так на ощупь своими руками будем пробовать, какая у нас одна плавица, какая другая. Давай. Должен быть эффект, как после интенсивного увлажнения. Угу. Вот. Хорошо. Все. Тогда мы сейчас обрезаем нашу лишнюю длину, а потом на половине делаем горячие ножницы и сравниваем, да? Угу. Разные температуры тут, да? Да, подбираются. Индивидуальная температура 90, 110, 130, 150 градусов. И все? 90 для самых поврежденных. Волосы для блонда. Это как у меня сейчас, да? Да. Да. Сейчас будем работать именно с этой температурой. Угу. Хорошо. У меня еще одна приятная новость. Мало того, что сегодня тот день, когда я нашла горячие ножницы, на моем районе тут еще и акция по цене идет. Вообще, мне бы стоило около 2000 где-то на мои густые волосы с чисткой вместе и с выравниванием. А сегодня за 1000 рублей мне сделать все. Класс! Мой день. Перед процедурой желательно волосы не мыть, потому что если мы помоем, у нас текстура волоса выравнится, мы не увидим все проблемные зоны, которые нам нужно убрать. Сейчас мы отрезаем длину. Мы это режем тоже горячими ножницами. То есть все лишнее, что мы планировали отрезать, сейчас отрезаем. Ровно. Ааа, смотрите мои волосы! Нормальный такой кусочек я отрезала, видите, не пожалела. Зато теперь... Кстати, неплохие волосы-то у меня. Ну, кроме вот этой части. Все, прощайте. Все, пока, пока-пока. Это мы сейчас по длине, да? Это мы, да, прорабатываем все, да. Все у нас секущиеся кончики по массе, по полотку волос. Полностью мы прорабатываем. На ощупь у блондов плохо видно, когда они посеченные, потому что они осветлены сами по себе. Но на ощупь они очень сильно чувствуются, когда уже оздоравливаются. Они, во-первых, пропадают. Они становятся одними сего вместе со всей массой волос. И при этом уходит сухость. Будет как после интенсивного увлажнения волос. Гладкий штука есть. Мы сейчас как раз, да, половину делаем и половину вот отложили. Да, да. И сравним прорабатываем половину, чтобы у нас без лишних дополнительных уходов каких-то косметических, которые визуально залечивают. Здесь, кстати, солярий есть. Я решила еще и в солярий сходить, потому что я никак не могу доехать до центра в солярий. Ну что, мои хорошие, сейчас мне обработали половину волос, а эту половину не трогали. Сейчас... Вибрирует у меня тут. Сейчас я все потрогаю. Итак, давайте потрогаем сначала то, что было до. Так, все, я запомнила. Теперь здесь. Класс! Мне нравится. Ну, я даже больше смотрю, что они даже на вид изменились, мне кажется. Я вот пока наблюдала. Мне кажется, они даже на вид. Не, на ощупь офигенные вообще. Все, скорее делайте мне вторую половину. Я уже чувствую, как все лишнее уходит. Уходит в Новый год с новой стрижкой. Так, ну что, мы помыли волосы, использовали для ежедневного ухода шампунь эстель и маску эстель. И честно говоря, мастер пока мне уже там в волосах ковырялась, я уже чувствую, как ее руки прекрасно проходят под волосами. То есть даже не дотрагиваясь до волос. А бывает, что мне моют голову, и естественно, я понимаю, что там где-то застряла голова, оно жестковато проходит. А здесь прям все мягко. Мне прям уже хочется скорее их посушить и скорее их трогать, трогать, трогать. Теперь я встала ровно, мы ровняем кончики, мастер прорабатывает мне кончики. Вот. И делаем мы это все на влажные волосы. И когда стригут на горячими ножницами, то температура повышается. Вот. Какая система. Продолжение следует. Девочки, вышла из салона, уже темно. Вот смотрите, где я делала салон красоты XL. Сейчас, короче, я расскажу все подробно. В общем, мои хорошие, пришла я домой после этой процедуры. Наслаждаюсь своими волосами. Смотрю, насколько они у меня стали. Вот я прям такие и хотела, на самом деле. Насколько они стали живые, классные. Не знаю, что вы мне там писали про эту процедуру. Вот как лишний раз убеждаюсь, что нужно самой пойти сначала, да, убедиться. И потом уже доверять или не доверять чужим мнениям. Я спросила у своего мастера, говорю, а почему, говорю, ну, люди вот к таким вот стрижкам, горячими ножницами как-то неоднозначно относятся и так далее. Она говорит, потому что все очень многое зависит от мастера, девочки, как и в любых других вещах. Как в одном салоне мы делаем мелирование, нам делают супер-купер, а в другом мелирование делают отстой. И ты после этого больше на мелирование просто не ходишь, потому что думаешь, оно тебе не идёт, оно ужасное, оно не имеет тот самый эффект, да. Вот. И что касается горячими ножницами, там тоже есть разные технологии. Нужно уметь правильно подобрать температуру, нужно разбираться в структурах волос разных, да, кому, какие ножницы, что ожидать, кому какая температура, кому какая техника, что ожидать от волос в дальнейшем. И, честно говоря, у нас процедура всё-всё вместе с высушиванием, со стрижкой, с обработкой более двух часов всё заняло, потому что мастер прям ваяла над моими волосами, честно говоря, подлила над каждой-каждой волосиночкой, поэтому получилось всё так хорошо. А чаще всего, она говорит, мастера тратят на это 15-20 минут, говорит, у меня никогда меньше часа не уходит. Но она, конечно, тщательно всё и так, и так повернёт, и сяк повернёт. И, конечно, понятно, когда половину мы сделали, а половину ещё нет, когда я пробую, я уже сразу... Ой, волос попало. Я уже сразу вижу разницу, что действительно всё очень круто. Без особых процедур, без особых каких-то масок, да, волосы как будто, ну, реально с ними там, я не знаю, что делали. Они у меня прям классные, шелковистые, замечательные. И классно, что этот эффект будет длиться долго. То есть раз в год, мне кажется, раз в полгода можно ходить на горячие ножницы и поддерживать всё это. В общем, мне понравилось, и я так и буду ходить, и буду ходить в этот салон, потому что другие салоны я посмотрела, я тоже там, ну, не только на своём районе посмотрела, на других районах ещё посмотрела. Там цены совсем другие были, высокие. А сюда пошла именно потому, что там была невысокая цена написана. Вот. И мне так повезло с мастером. Так что вот так. У них ещё есть разные шампуни, маски там. Тоже поузнавала. Бессульфатные. И она говорит, обычно бессульфатные все очень плохо пенятся, а там вот какая-то марка, из которой хорошо пенится. Я выбежала уже за Денькой и забыла спросить. Ну, примерно помню там название на и... Нет, не помню название. Короче, надо будет им позвонить в салон и спросить. Так что, если кто-то в Ростове, девочки, смело могу рекомендовать этот салон. И мастер, который меня стригла... Я что-то не помню, как её зовут, мастера, который меня стригла. Короче, она была рыжая, а потом она сказала, что будет краситься в другой цвет. В общем, бывшая рыжая, бывшая рыжая мастер. В общем, она мастер-универсал. Она, я так понимаю, и красит, и стрижёт, и она всё делает. В общем, мне сделала от души прям зашибись. Я буду к ним всё время ходить. Вот. Всё, мои хорошие. Надеюсь, моё видео было полезным, интересным. Напишите вообще, кто знал про такую процедуру, кто пользуется такими процедурами. Кстати, к ним в салон ходит... Это один из немногих, я так поняла, салонов с этими услугой горячих ножниц. И к ним вот ходят... Если ходят девушки, да, если они делают горячие ножницы, то они ходят постоянно, и там вот раз в год, раз в полгода поддерживают, делают вот эту всю шлифовку. То есть, это не просто, что я раньше думала просто, да, подстригли тебе и всё. Нет. По полотну прям работают горячими ножницами, да. То есть, убирают всё сечённое и запечатывают вот эти вот все кончики. Ну, мне очень процедура понравилась, честно. Я вообще не понимаю, почему я раньше на неё не ходила. Теперь буду ходить. Ну, а теперь будем наслаждаться и любоваться моими новыми крутыми волосами. Прям вообще, честно, вот мне так нравится эффект сзади. Вот эта вот грубая, резкая такая вот, как это говорится, обрезка волос моих, да. И они от этого кажутся такими живыми, такими толстыми, такими густыми. Я кайфую. Ладно, всё, побегу к малому. Он тут весь развеселился, блин. Отвлекает меня тут. Всё, я вас люблю, целую. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите, что вы думаете о горячих ножницах. Ходите ли вы, хотели бы вы пойти, были ли когда-нибудь. И как вам моя стрижечка? А я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok